Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Краснодар! Зовут меня Юрий Озаровский и сегодня мне будут удалять зуб. Мне очень страшно, ребята, я очень жду вашей поддержки, прям переживаю, честно, мне прям вот такой мандраж берет. Обо всем, что будет происходить, сейчас вам Станислав расскажет. Мы находимся на улице Яна Плуяна, 53, зубная клиника Evodent. И, дорогие друзья, ой, как же я на это решался, но лучше не запускать, лучше делать все сразу, потому что потом выходит все гораздо позже. Пойдемте, заходим. Здравствуйте! Приветствую, друзья! Меня зовут Станислав Олегович, врач-хирург-ортопед. Сегодня мы встречаемся с Юрием, работаем. На очередном осмотре выяснилось, что с одним из его зубов есть некая проблема. Сделали компьютерную томографию, на этом снимке видно, что корень сломан, и, к сожалению, восстановлению не подлежит. План такой мы удаляем. По возможности ставим имплантат и, по возможности, делаем временную коронку. Значит, первая задача – мы ставим анестезию, постараемся ее провести максимально щадяще, безболезненно. Сделаем маленькую порцию анестезии, и после основная порция, которая будет совершенно безболезненна. Маленькая капелька, глубокий вздох. Вздох. Немного ждем. Повторная анестезия уже будет менее неприятной. Маленькая порция предварительно уже поработала. Сейчас ставим основную порцию, которая будет уже полегче. В порядке? Ага. Все, отдыхаем. Если борту горько, можно пополоскать. Задача номер два. Сейчас нам предстоит удалить зуб. Наша задача – его удалить максимально щадяще, не нанеся травму окружающим тканям. Так трогаю – не больно? Ага. Здесь трогаю – не больно? Ага. С зубом аккуратно работаю. Если вдруг сделал больно, остановились. Анестезию скорректировали. Хорошо? Немножко тяну. В порядке? Угу. Коронку сняли, осколков нет, поэтому продолжаем. Для того, чтобы максимально щадяще его удалить, сделаю распил. В порядке? Угу. Зуб был очень сильно разрушен и ломался. Аккуратно его удалили с сохранением объема костной ткани. Кость в удовлетворительном состоянии, поэтому сразу ставим имплантат. Широко, пожалуйста. Угу. Широко. Один из самых важных инструментов. Имплантат установили. Позиция хорошая. Торг, усилие, с которым устанавливается имплантат, хороший. Поэтому мы сейчас делаем временную коронку. Хорошо. Больно не делаю? Нет. Закрой просто. Открывай. Нижнюю челюсть влево. Медленно, медленно. Отлично. Все прошло хорошо. Удалили зуб, поставили имплантат. Добились хорошего торга, усилия, с которым устанавливается имплантат. Установили временную коронку. Временная коронка кусать нельзя. Она не в прикусе. Коронка не должна передавать на имплантат нагрузку. Такая методика. Актуально в зоне эстетики. То есть, чтобы было красиво, то есть... Не знаю, как сейчас, красиво красиво. Представляю, что происходит. До ощущения, конечно, фантастика. Я не ожидал, на самом деле, что я уйду как бы без дырки в зубах. Прямо переливал по этому поводу. Больше даже не из-за того, что там удалили. Потому что я уже знаю, что тебе можно доверять. А из-за того, что будет гидко в зубах. Да, это хорошая методика. Она актуальна и возможна, когда кость позволяет это сделать. Иногда нет возможности этого сделать. Но в нашем случае повезло. Ты еще удалял зуб, говоришь, что он развалился. То есть, это было правильное решение? Да, конечно. Я до него только дотрагиваюсь. У него хоп, осколок, хоп, осколок. Вот они все эти осколочки вот здесь лежат. Потом все интересно. То есть, значит, все сделали правильно? Конечно. Не писали о том, что сохраните зубы? Визуально видно было, что Десна такая, знаешь, синюшная. Помнишь, когда начинали работу, я сказал, что признак не очень хороший. Ввиду вот этого хронического воспаления, костная ткань, она тоже на это реагирует. И она уходит. Рядом с ним стоит другой имплантат. Он также под риском был. И иногда бывают такие ситуации, когда пациенты долго, ну он же стоит, да, и как бы относительно никак не беспокоят. Иногда пациенты с такими зубами достаточно длительное время проходив, кость настолько сильно уходит, что уже без костной пластики имплантат установить нельзя. В нашем случае никакой костной пластики просто удалили, поставили. Ждем 4 месяца после коронка. Ну это получается, как у меня было, где мы устанавливали специально. Да, да, под шаблоном мы, по-моему, делали. Да, делали под шаблоном. Потому что я ходил со сколками зуба и долго не удалял. Потом удалили. И вот говорили вообще все, что он наращивает. Да, поставили. Ведь стоит. Но там действительно были условия немножко хуже, ввиду того, что кость ушла. Ну, с использованием компьютера, технологии, спозиционировали имплантаты так, чтобы без костной пластики установить имплантаты. В целях предотвращения развития воспалительного процесса и инфицирования имплантатом мы назначили лекарственные препараты. Это аугментин, 1000 миллиграмм одна таблетка и немесил. Один порошок два раза. Пять дней, утром, вечером, после еды. Мы отправляемся в аптеку. Сходим здесь рядышком есть. Я в прошлый раз здесь покупал по рецепту как раз таки все лекарства. Слушайте, ну очень необычно. Я не верю, что мне вырвали зуб и у меня стоит на месте новый зуб. То есть я понимаю, что он, как сказать, временный именно для того, чтобы была эстетическая красота. Но это все равно как бы ощущение, смотрит в зеркало, чуть-чуть крови десна. Хотя мне казалось, что там прям все страшно, ужасно. Тем более, когда мне сразу три, ну два импланта в одно место ставили, там заживление это было все долго. Ну дай бог, что прижился, ребят. Пожалуйста, ваша поддержка нужна, потому что я знаю, что коллективные, так сказать, желания исполняются гораздо легче и сильнее. Сейчас мы пойдем, сходим, купим лекарство и зайдем покушаем. Уже можно кушать, чтобы вы понимали. Я в шоке.